Встреча с Мама на Востоке В общем, этот спектакль мы сделали Уже два года возим по нашим городам И он существует Но так получилось, что мы собрались Как-то всем стало классно и клево работать И мы подумали, что на одном спектакле будем останавливаться И делаем новые и новые спектакли У нас уже пять в репертуаре Приходите на другие наши спектакли Пользуюсь случаем, приглашаю вас Так вот, когда мы собрались и сделали этот спектакль Показали его И люди говорят, класс Ну, какие-то пришли зрители Прямо с улицы, друзья наши И не только друзья Пришли и говорят, класс, это играть надо для всех А мы такие, подождите, у нас нет костюмов У нас нет декораций Ну, получается, театр И он сказал, ну, театр, что? В общем, так и оставили Театр, что? Это легенды, не так Саша Подпольная кличка Паша Морозов Вставай, выходи, расскажи, как было Я вас прошу перед нашим концертом Пожалуйста, огромная просьба Отключите ваши мобильные телефоны Потому что это все-таки музыкальная история И если вдруг в нашу музыкальную партитуру Клинится ваш рингтон Это будет не совсем то Что бы нам хотелось слышать И вам А мы запоем эту песню Прежде всего, кстати, неловко Всегда зрителю, у которого звонит телефон Это по нашему опыту И ребята всегда знают, как ответить И как поговорить со зрителем Чтобы в следующий раз такого не было Конечно, неловко, когда все на тебя смотрят Ты спытаешься И еще одна закономерность Сто процентная Когда вы на спектакле не отключили звук И на спектакле вдруг телефон зазвонил Обычно же что? Телефон раз, достал И одной кнопочкой звук отключается Так вот, когда вы на спектакле Одной кнопочкой звук не отключается Чтобы этого избежать Отключите сразу Вы можете какие-то вопросы мне задать Если вы не хотите Театр чё? Заш, ну, я не знаю, какая твоя версия Давай Ну, не так это было На доску позора Сразу это как-то Вот само название Ну, не вот так, что типа Ну и что, театр? Ну, театр чё? Ну, я же просто Да, да, да До того, как появился этот спектакль Например, я знал Артура давно-давно В 2012-м А он здесь Мы работали одно время в одном театре Так бывает у актёров и режиссёров Они же ездят в поиски своего коллектива Часто И поэтому я там Меня занесло на север Сверхловской области Там я познакомился с Артуром Потом Артур уехал в Москву Здесь познакомился с Сашей Потом обратно уехал в Серов Он приехал в Москву Я приехал в Москву И мы вместе уехали по НАФО Там познакомились с Артуром Потом вернулись в Москву Он поднакомился с Артуром Слушай, это какая-то... Ты сегодня ставишь палки в колёса моей истории А я попыслирую Не, а он из разряда А баба-лега против Ну, баба-лега-то это точно Да, как-то так И потом мне Артур получается Шах к Сашу по наследству передал И у меня был обратно Серов Мы здесь с ним Потом батик Ну, в общем, как-то все Не менять Вы не заметили Спектакль уже начался Он на Востоке, да, играется И вот он уже заканчивается Своим штормом, как вы подумали Но зрители просят Здесь, здесь, здесь Мы все здесь Зрители просят пока еще поиграть У нас какая история была Какая была идея Сделать спектакль И пока мы его не свозим В каждый из городов Где мы же родились и выросли Да, мы будем его играть и здесь тоже Но вот сейчас уже последний город Из пяти Впереди весной Какие пять, назови-ка Четыре Из четырех городов Последний город И мы планируем его закрывать Да, но зрители говорят Не надо В феврале его нет В феврале его нет У нас Артур на сессии Кто пришел Артура послушать Его сегодня не будет Он на сессии Перестает Ребята Кстати В марте Да Я говорю 22 марта Мы этот спектакль сделали Два года назад Так вот в этом году Также 22 марта Мы вас ждем Мы будем играть Двухлетний юбилей Спектакль Я вам не оставлю Поэтому приходите Да 22 марта А на чем он работает Мы сейчас уже выпустили Премьеру Человека из Подольска Играем 16 февраля Приходите Мы вас очень ждем Вот я вас вижу И я могу вам это сказать Приходите Это очень плохо Потому что в социальных сетях Чтобы ты не писал Все думают А, реклама Вот были зрители Знаем Кто-то еще был Мы сейчас знаем Какого цвета Подъезд у нас Выкрашен Какие двери Спектакль номер два Тоже так Спектакль номер два Хорошая новость Для поклонников Этого спектакля Это действительно Второй спектакль Нашего коллектива В марте Мы его сыграем А то про новое 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 11 февраля У нас Первая встреча По новому спектаклю Я пока не говорю название Даже актерам Поэтому я вам Чуть попозже Когда мы уже соберемся Это такая внутренняя кухня Обычный режиссер До распределения До первой встречи с актерами Держит В сердце Идею Ну, автор, а может? Кто автор? Ну, нет Я не кокетничаю На самом деле пока не скажу Я, как только мы решим Мы опубликуем Во всех социальных сетях Вам говорили На всех наших спектаклях И приглашать вас на кухню Здорово, что у нас Вопросы На которые я не отвечаю Ребята Кто был на концерте Маши Ковалевой Вот она сегодня будет С нами в концерте Тоже учат Это родня ее Сидит Значит У Маши Ковалевой Был концерт ее авторских песен И в марте А может быть И в апреле Мы сделаем Мы придумали с Машей Это будет стендап Мюзикл По песням Маши Ковалевой Класс же? Конечно Приходите тоже Ну а завтра Я вас очень настоятельно Настоятельно Приглашаю Завтра здесь В 6 часов вечера Будет Кто еще не видел Из наших постоянных зрителей Спектакль Кадыр Приходите Мы очень вас ждем Там тоже занята Маша Там занята Занят Женя Потапшин И Алина Туравинина Которых вы сегодня увидите Завтра приходите Как говорится На уху Еще на второй спектакль Вот Еще какие-то вопросы Я не совсем поняла Про новый спектакль Он спектакль Нет Он в феврале Естественно Спектакль Мы не успеем выпустить Этот спектакль Планируем А дата выпуска В апреле Даже в конце апреля Заслуженный коллектив Республики Новодиреева Театр ЧО Садитесь Садитесь Какая была версия У тебя была удивительная Но так новая Ох уж эти ноты Садитесь Александр Туравинин Он все сам расставит Здравствуйте Я У нас короче Два человека Которые отвечают За музыкальность Это Артур Его сегодня не будет И я Поэтому я начинаю Сейчас вы все поймете Почему это смешно Должно было быть Вот Крявка Господи Провалил начало Я не могу Следующий номер Я из города Ну короче я из Сибири Из города Новосибирска Точнее из Маленького городка Из Бердска Ну родился я В районе Новосибирска Который называется Академгородок И там Улица Сиреневая С поэтичным названием Вот Чтоб вы себе представили Там такой частный сектор Три девятиэтажки стояло И там Жила всякая молодежь То есть там Инженеры всякие Которые Многие сами строили этот дом Я не знаю как это называется Но в общем они сами Вот например у меня отец Сам строил этот дом И вот Это называлось Ну вот У этого места было название И там все ездили в город Типа в город Я там поехал в магазин Или еще куда-нибудь Зачем-нибудь И там Прямо во дворе Росли сосны То есть В принципе Обычная ситуация была Когда белка у тебя Вот так Напротив окна прыгает И там Ну так было здорово Вот все эти люди Все время Отмечали все праздники вместе То есть там Я например Помню какими-то Такими отрывками Там Новый год Или Какой-нибудь сосед Переодевается пиратом И у кого-то ворует Дед Мороз Ну какая-то штука И вся детвора Бежит в лес Искать Дед Мороза Отматывает Еще какого-то Дядю Витю Отматывает Зная что это Дядя Витя Переодетый в Дед Мороза Дядя Витя говорит Я не Дед Мороз Снимает городу Оказывается Баба-Яго Короче это было А например Я вообще не это Хотел вам рассказать Как почему-то Начал рассказывать это Или например У нас там Вот по этим Трем домам В 90-е годы Был прокинут Какой-то кабель То есть Было свое телевидение Реально Там стоял В виде Куховода И Включали Всякие фильмы Которые можно было Посмотреть Вот чисто В этих домах И как-то Мой папа Включил там Не фильм С Джеки Чаном Вот знаете На кассете ВХС написано Фильм С Джеки Чаном А то Что обычно Маскируют Под фильмом С Джеки Чаном И все Три дома Счастливо Такие прям Какой-нибудь Ну например Эммануэль Ну что-то такое Как бы Преступное И там было Как-то очень Вообще здорово А недавно Ну как недавно Какое-то время назад Я проезжал мимо И там издалека Так видно Эти три дома А вот Представляете Буквы Т П Три девятиэтажки А вот здесь Появились Какие-то пристройки И причем Они не девятиэтажные А уже выше Двадцати То есть Какая-то И вот эти Панельки Знакомые мне Знаете В торце которых Еще из мозаик Там что-то выложено Какие-то Картины Как это правильно Называется Что? Панно Типа да Панно И их этих Панно Не стало Вот прям Ну их Потому что Там дом Кирпичный Красивый Ну как-то И вот Садик Который был Во дворе Его достроили Ну там Ну круто же Достроили садик Который всю жизнь Ну не достроен Мы там лазили Разбивали себе коленки Лобы Все подряд Разбивали Ну на стройку Это была такая Спецоперация Туда ходить И его достроили И ну и вообще здорово Туда дети ходят Там Ну что-то Какая-то Как сказать Жизнь происходит Но мне вот Почему-то Вот мне нравится Этот достроенный садик И вот эти Благоустроенные Пристройки К моей девятиэтажке И в связи с этим А Вот что Вот наше место Называлось Городок Мы его прям Так называли Городок Типа Я в городке Там короче пошел Ну и в связи с этим Я поговорю немного Следующую песню Ах как хочется вернуться Ах как хочется ворваться В городок На нашу улицу В три дома Где все просто И знакомо На денем Где без спроса Ходят в гости Где нет зависти И злости Милый дом Где рождение Справляют И навеки Провожают Всем ворваться Время-время Кружит снеги И разъехались С соседей Кто куда А когда Дома сносили Мы с тобой Мой друг Шутили И не беда Раз в году Письмо скупое Поздравление С Рождеством И долгих лет Только восемь Тихих строчек И другой какой-то Почерк Все приятно Лишь во сне Приходят лица Не узнать И половины Ярок свет Год прошел Почтовый ящик Открываю Две газеты Писем Писем нет И навеки Провожают Сказал выше Мы все Понаехавшие Мы не москвичи И видимо Тоска по этой Малой родине Ну вызывает Такое желание Спеть о своем Родном городе Рассказать о своем Родном городе Я например Хочу сказать Что я Родился и вырос В городе Чайковский В первенском крае Вовка Братков Мой земляк И мой город Маленький Но молодой Цветущий Был поделен На два клана Условных Речники И текстильщики Мое семейство Большое Принадлежало К речникам У меня все Прапоколение Даже Были речниками Прабабушка Гоняла плоды Там Уже Прабабушкин сын Был капитаном Теплохода Моя бабуля Была Шкипером Моя мама Я не знаю Моя мама Была Коком На теплоходе Всю жизнь Она работала Коком На теплоходе И недавно Мне звонит Говорит Женя Оказывается Я не умею готовить Мне нужно сдавать Диплом Что-то она Ну в общем Не об этом Речь Я Помню День речника Почему? Потому что Этот день Выполн на мой день рождения На 2 июля Я помню этот праздник Шикарный Когда все Друзья моих Бабуль Мам Пап Собирались Большими компаниями И выходили на берег Пели песни Было классно Было обычно Была обычно Хорошая погода Я помню тот город Чайковский Чайковский Речников Когда было невозможно Густой воздух Невозможно Яркие цвета И когда вот этот вот Речной флот Все выходили Пели песню Там какие-то Про теплоходы Про реку И так далее И сейчас Когда я приезжаю После того Как в 90-е Речной флот Рассыпался Напрочь Я вижу тех же людей Но они сидят На своих скамеечках У подъездов И знают Что они уже никогда Не вернутся на реку И это другое Щемящее какое-то Чувство возникает И мой Кто он? Брат моей бабушки Был капитаном На теплоходе И всю жизнь Он провел У штурвала Я помню Что каждый день Речника Он сначала С утра выходил На теплоход Вставал На рубку Вот эта рубка Капитанская Всех приветствовал Поздравлял А проходящие Еще мимо теплохода Мимо слипа Речники Проходили И говорили Сергеич С праздником И вот сейчас Вернулся Не так давно А Сергеич Стоит на балконе Своего дома По-прежнему В белой рубашке И проходящие мимо И речники И не речники Которые знают Это Сергеич Капитан Проходя мимо Машет ему Говорят Сергеич С праздником Он всем в ответ Говорил спасибо Спасибо Сейчас его не стало Но Память о нем Жива во мне И я Очень рад Каждый концерт Говорить о нем Здесь Ну а песню Я посвящаю Моему любимому Городу Чайковский Я ее пою Обычно С Артуром Сегодня у меня Поддержки нет Хотя За мной Стена Позволь мне Рассказать О том Как идут дела Новости Новости Какие В нашем Маленьком Городке Яков Бросил Бить Его Жена Вчера Родила Ну а у меня Пока Только Все Окей Цены Повышаются Их цены Ужасно Растут Болка Расправляется Водой Безосякий Мер Поэтому Пьем Кива Здание Идиатра Скоро Будет Новый Детей Ию Ну а у меня Пока Пока Что Окей Дамы Носят Мини Общины Носит Будь И зиму Потому Что Так Раздел Нет До Нас Всегда Доконится Сдали Несколько День Ого Батар Матон И гадер Пошел К одну И Ну а у меня Пока Пока Все Окей И никаких Волнений Все Спокойно Как Волода В лесу Никаких Никаких Врагов Зато И никаких Усил Метод Утки Как Скопейки Давно Уже На Берегу СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Краем из славного города Рубцовска. Но у нас его называют Сан-Рубциско. А Барнаул в столице Барняболис. И в Барнауле у нас есть мост такой же, как в Лос-Анджелесе. Ну, в общем, у нас там все круто и классно. И люди у нас такие же там прикольные и здоровские. Ну, например, когда мне было 6 лет, мама решила, что хватит мне сидеть дома. В общем, надо ее куда-то отводить. И решила она отвезти мне в музыкальную школу. Мы туда пришли, я маленькая, у нас дома всегда играла какая-то музыка. Я ее помню, я ее знаю. И мне просят спеть какую-то песню. Сидят три женщины, очень такого грозного вида. И, ну, как бы принимать будет решение, вообще есть у меня развитие в будущем или нет. А вот это может с третьим ребенком делать какие-то там ярлык навешивать, в общем. Ну, и говорят, спой, девочка, что-нибудь. Ну, и я запела. Если нет любви в твоих проводах, Если холодим, холод в твоем телефоне, Я могу понять и могу простить. Я звоню никуда, я забыл даже номер. Вчерашний день, не сегодняшний день, На мягких подушках не въедешь в вечности. Ты можешь забыть позабытую тень Моих присутствий и влажных приветствий. Казанова, Казанова, зови меня так. Мне нравится слово В этом городе женщин, Ищущих старость. Мне нужна его кровь, Нужна его жалость. Казанова, Казанова, Зачем делать сложным То, что проще простого. Ты моя женщина, Я твой мужчина, И если надо причину, То это причина. И вот мне шесть. Я стою, пою им песню, А они смеются. И я не понимаю, что их так развеселило. Влажные приветствия. Может быть, снятые подушки Или старость приближающаяся. Ну, потому что у нас дома, Когда включалась пластина «Князь тишины», Такая, прям там нарисован кутуза, Наполовину серый, черный. И доходило до этой песни, И папа всегда маме говорил, Какая хорошая песня. Вот какая хорошая песня. А они смеются. И я им еще громче, И так надувается вена здесь, Простеет лицо, И я со всей дури. Казанова, Казанова, Зали меня так. Мне нравится слово, В этом городе женщин, Ищущих старость. Мне нужна его кровь, Нужна его жалость. Казанова, Казанова, Музыкальную школу меня взяли, Но хороших таких песен мы там не берем. Здравствуйте, меня зовут Алина, И я вообще из Челябинска приехала в Москву. Но лучшие годы моей юности Прошли в Башкирии у моей Нанейки В деревне. Нанейка это бабушка по-татарски. Ну, в общем, я там столько получила навыков, Которые, наверное, нигде бы я больше не получила. Например, когда мы однажды гуляли до утра, У нас потом жало наказание, Мы пошли затыкивать паклю в строящийся дом. Там какая-то такая фигня, Нужно вот так вот между бревнами ее затыкивать, Чтобы было тепло. А потом, Потом в следующий раз опять гуляли до утра, И следующее наказание было, Мы утепляли сарай. А знаете, с чего утепляет сарай? Глина и навоз коровий. Так все перемешано, Никаких перчаток, Просто берешь этот навоз, И начинаешь сарай, значит, утеплять, замазывать. Потом недели у тебя руки, Утепленные тоже такие. Потом нас с сестрой запрягали еще в эту бароновальную машину, Ну вот, чтобы удобнее было, Быстрее полоть картошку, Просто двух здоровых молодых девочек Ставишь в бароновальную машину, И вот так вот тащишь ее. Но зато вечером мы шли в деревенский клуб, Обязательно, Это почему-то всегда, Все что-то тусовались где-то, Ходили, что-то болтали всю дорогу, И когда слышали песню, Знаю, скоро тебя потеряю. Это значило, что Это финальная песня была на дискотеке, И все махом летели в клуб, Быстрее танцевать под эту песню. А еще, Какой еще навык у меня? А, Если у вас, Если у вас под рукой Не с чего пить самогон, То просто берете, Вот так огурец, Вы пола разрезаете, Вы внутренности все достаете, Туда самогон, И из колонки запивать. Понимаете, когда-нибудь вообще попытался Из колонки запить? Это очень сложно на самом деле. Вот, И хочу спеть песню сейчас, Которая у меня ассоциируется С этим временем, С горным, Так называлась деревня, Называется до сих пор. Но мне нужна будет ваша помощь, А то вы уже, Я смотрю, Немножко затекли, Так что сейчас разомнемся. Приготовьте ваши ножки, Ваши ручки, И делаем все вот так. Пожалуйста, Вот получится. Очень хорошо, Молодцы. Ну, вы уже узнали, Наверное, Так что я жду вашей поддержки, Подписывайте, пожалуйста. Готовы? Молодцы. Отлично. Тут, когда я каю, Тут, там, Тут, когда я каю, Туга-ни-як, Пешкен, цизю, делепкезе, герне. Коян лихта, сойрекошна, сойрек, сойрекошна. Перду камей, эстереп, эстереп, эстереп. Оскала роман, кой терамин, кой терамин, кой терамин. Дурепламас петтереп, петтереп, петтереп. Толпы на коней, толпы на очкина. Йосовыны тузы, тузы, герне. Коян лихта, сойрек, пешкен, цизю, делепкезе, герне. И все вместе. Коян лихта, сойрек, пешкен, цизю, делепкезе, герне. Браво, молодцы! Учите слова, припадите на 8% и на которые завтра. Обязательно в 6 часов начала. Артура нет, поэтому я буду часто выходить. Все, хрич, но он будет часто. Я говорил, что он нас сдерживает всю жизнь. Как не удивительно, у меня был дедушка. И он был капитаном корабля. Он ходил в Японию. Ну, в общем, вот прям такой большой капитан корабля. И когда он ушел уже как бы на сушу, ему хотелось все равно управлять каким-то средством передвижения. И он купил себе мотоцикл. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, шум дорог и ветра свист. Все, что имел, лучше тратил, но за порог сделав шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. И в гостиной при свечах он танцевал по двору. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Он был везде и всегда своим влюблял в себя. Всех свет. И не знал свой парень, да не друзей. Таких друзей больше нет. Ты летящий вдаль, вдаль а мне. Ангел. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Ты один только друг, друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, безвечный ангел. Этот мотоцикл был Урал. И у него была люлька. И когда мы ехали на картошку, я прям очень хорошо помню, у нас было трое внуков. Мы умещались все в этой люльке и мешок картошки обязательно. Сидел дедушка 130 кг, за ним бабушка 50 кг и трое внуков в люльке. И мы так мчали до дома от огорода. Тот гитарный жёсткий рок, который так любил. На холле он нам тщательно смог до небес и звёзд чужих. Он исчез, и никто не знал, куда теперь учебки бывают. Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. А теперь вспомним, что мой дедушка был моряком, капитаном. И когда его не стало, его хоронили под марш славянки. Это были первые, наверное, я не скажу даже, что это были похороны, потому что была какая-то гордость. И высоко поднимался нос, в общем, под этот марш славянки. И когда несли его кепку капитана. Все. Сейчас, короче, я попробую всё-таки спеть. Я не помню, говорил я или нет, я из Сибири. Откуда? Сибирь. А, ты всё равно не знаешь. Город Новосибирск. И там, когда я учился в театральном институте, вот эта песня, когда я сейчас буду петь, она ассоциируется со спектаклем. С выпускным спектаклем. Мы в этом спектакле её пели. Мы, значит, делали... Ну, это спектакль Таня Арбузова. Может, кто знает. А, вряд ли. И Саша... Да и ты даже не знаешь. Ну, что это? Таня. Короче, Арбузов, Таня, это очень такой тяжёлый спектакль про дифтерит, про детей. И я как-то на мане даже рассказывал. Ну, такой прям тяжёлый. И мы тяжело его так репетировали. Мы с партнёром играли роль и всё время делали так. Заходили за кулису, брали воображаемую рюмочку. Боль. И выпивали боль вот эту. Ну, то есть там это очень тяжёлый такой. И режиссёр, который этот спектакль репетировал, это Анна Викторовна Зиновьева. Ей большой поклон. Мне кажется, вот всё, что я умею делать на сцене, я прям вот благодаря ей умею это делать. Да, в своём мастере. Ну да. И... Ну, она крутая была тётка, но противная. Она прям была вот... Курфстерь. Вот такая вот, я не знаю. Ну, если вам стало понятнее. И вот, например, как-то мы готовим этот наш тяжёлый спектакль Таня. Там красим стульчики. Эти... Телефон там был, бутылочка такая винная. Какие-то полиэтиленовые штуки такие. Всё делали, сами красили, фигачили. И... Завтра, по-моему, у нас сдача вечером. А, послезавтра. Завтра сдача. И там все остались в аудитории. Что-то докрашивают, доделывают. И как-то хоп-хоп-хоп-хоп. Все рассосались. И остались только мои однокурсники. Это Света Марченко, Ирка Носова и Басура Иван. И вот они остались. Что-то там докрашивают, фигачат. И откуда-то не возьмись. Сколько бутылочка водочки? Значит, оказалось, что они что-то давай выпивать. И вот эти обычные актерские разговоры. Я вообще не понимаю, что я там играю в этой сцене. Вообще непонятно. Вот что к чему? Вот такие начались разговоры. И они там в юбочках хлоп красит, красит. Вторая хлоп уже. И продолжаются эти разговоры. И Басура решил выйти покурить. Значит, остались Ирка и Светка. Значит, они уходят. Басура, в смысле, уходит. Возвращается. Покурил. Все идет обратно. Слышит что-то не то. Что-то странное. Это не та песня, которую я буду петь. И вот она играет. Он так это слышит. Надсадно девчата Света Ира орут эту песню. И он говорит, я вот так захожу в аудиторию. И в этот момент в дверь рядом, такая двустворчатая дверь, прилетает бутылка. Вот так. И он вдруг с ужасом понимает, что девочки, подпевая этой песни, крушат все. Полиэтилен вот так. Телефоном в комнате спел. То есть там какая-то сатанина. А Басура рассказывает, я вот так просто по стеночке. Девочки. Они все успокоились. Забавно было, что на завтра, когда мы вот так все пришли. А я был староста курса. Я захожу, а там прям нутруха. То есть там не стул, а прям щепочки. Я прям на это смотрю. И девочки начинают что-то. Ой, там мы вчера уехали. Там охранник остался. Не знаю, может это он. И всем понятно, что это не охранник. Ну прям очевидно вообще. Басура ходит. Молчи. И вот Зиновьева. Представляете, она заходит. Видит это все. Девочки там что-то мямлят. Охранник. Жуют сопли. И она им значит такая. И вот то, что вы сделали, это отвратительно. Ну мне даже это нравится. У вас есть сутки, чтобы все восстановить. Зацокал в сквере ж соловей, как шальной, как шальной. Сосед-полковник третий день, сам не свой, как больной. Она не хочет, вот беда, выходить за него. А мужчина хоть куда, он служил с ПДО. Орут под окнами коты, день и ночь, день и ночь. Отдыхни сладкой маякой, по дому кругу тёплый дождь. Весной простуженый я-бьяк, город твой, город твой. И метры весело голубят, над рекой, над глазуковой. Балана! Давай, родимая! Парчи! Парчи! Руковые! Изыдите, какие есть? Человек табуретка! Водова! Ведешь лица! Погнали! Девушки отдыхают. А в кружке чай давно остыл и погас Беломор. А на душе от слов и риф перебор. 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 Я не один. Я же как ворона. А на душе от слов и риф перебор. А на душе от слов и риф перебор. А на душе от слов. А на душе от слов и риф перебор. А на душе от слов и риф перебор. Я напомню. Так вот. В то время, когда ребята ходили на дискотеки. На детские. Я уже в это время конечно же работал. И моя деятельность особо денег не приносила. Впрочем, как и сейчас. Но на самом деле, всегда удавалось как-то подработать. И я, когда у меня какие-то застои творчества были, я сразу шел работать на обычной работе. Работал примерно в середине 90-х. Я работал в фирме, которая торговала металлом. Швеллер, уголок, все вот это вот. И значит отправляли все это из нашего, как Женя говорил, славного города Чайковский за 300-350 км в славный город Пермь. Вот. Такая простая задача была. И как-то отправили тоже очередную партию в машину. И забыли положить документы. А фирма, с которой мы работали, была совершенно новая фирма. Мы с ней еще никаких дел не имели. И спохватились поздно. И, значит, говорят, слушай, ты же завтра в Пермь, в командировку. Я говорю, да. Вот заедешь в предместе Перми, там, на большие склады. И отдашь им документы, все сертификаты, все-все-все. Мы, говорит, сейчас ребятам отзвонимся, предупредим. Я говорю, без проблем. Вот. И, значит, они им отзваниваются и говорят, слушайте, пацаны, короче так, значит, машина ушла, все, товар будет. Но мы забыли документы. Но все будет четко. Значит, Володя приедет, Братков привезет. Вот. Просто они говорят, а может не надо? Они говорят, что не надо? Мы с вами вообще первый раз это. Потом все будет четко, можно и нет. Но сначала Володя Братков привезет. Понятно? Все такие, ну ладно. И, значит, я ни о чем не подозреваю. Знаю, что ребят предупредили. Утром сажусь в машину и спокойно еду. У меня был набор ротерских песен. В основном такая дорожная тематика. Знаете, трасса Е-95, дорожная вот эта Сукачева. Ну и, конечно же, любимой была вот эта песня. Поехали. 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 Елу, елу, елу я, Реки, степи, горы и поля. Дай мне на дорогу пусть не гореть, Чтобы сочинить еще куплет. Елу, 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 елу я, Реки, степи, горы и поля. Звезды в небе не подскольку дать, Я к тебе приюду. Полумрак, полумрак, и я понимаю, что вот комната метров двадцать, и стоят вот по стенам люди. Почему-то сидит впереди человек вот так вот очень напряженный за столом, вот за каким-то бухгалтерским, и на меня вот так в упор смотрят, а по бокам стоят люди какие-то. И вот когда я зашел, дверь закрылась, и кто-то мне еще за спину зашел, закрыв эту дверь. Я так вот потихонечку оглядываюсь. Ребят, может, я не туда, куда попал. Они сказали, ты что, один? Я говорю, да. Я говорю, вот, вас же предупредили, что Володя Бродков привезет. Все. Они снова говорят, ты один? У меня что-то в голове не складывается? Я говорю, да. Ну вот, я, Володя Бродков, я приехал. Они, что-что, как? Я говорю, я, Володя Бродков. Такая пауза минутная, включается свет, они как, давай ржать просто. Мне нормально. Я смотрю, крепкие мужики стоят, и у них сразу движуха, они что-то столы сдвинули. Еду и достали. Говорят, садись с нами. Я говорю, не-не-не, мне там ехать надо, вот ваши документы, я поехал. И каждый раз, когда машину отправляли к ним, они вот так весело всегда говорили, это нам, Бродкову привет передайте. Как же это, мы же с тобой столько лет дружили. Я, в общем, на нее обиделась, естественно, очень сильно, мы часа два не разговаривали с ней. Но зато я сделала один очень важный вывод, что все-таки идеальных мужчин не существует. Если вам на секунду показалось, что вдруг вы встретили идеального мужчину, Вы присмотритесь получше. Возможно, это просто ваша лучшая подруга. Бьется сердце, сквозь набирает килогерцы. Сердце разрывает скоро, 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 скоро я, не скоро, светофоры, По нолям приборы, просто такая сильная любовь. Ты еще не знаешь, ну, 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 просто такая сильная любовь. У-у-у! АПЛОДИСМЕНТЫ Однажды, когда мы там тоже одни остались в аудитории, Видимо, в театральных институтах это часто бывает, И мы решили провести этот мастер-класс, Они решили поделиться со мной своим опытом, так сказать. Но делать это на трезвую голову было совершенно невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ И поэтому мы решили прибегнуть к услугам такого коктейля. Назвался текила-бум. Ну, в студенческом варианте это была, значит, водка и спрайт. Там весь смысл в том, что нужно, когда смешаешь, Хлобытинуть этим коктейлем по столу, чтобы была пена. И эту пену быстро выпить. И тогда все, мгновенный эффект, стираются все границы, собственно говоря. И уже там, девочки, да, читая мантру, Что Прученко, ты не женщина, ты не женщина. Они, значит, делятся со мной своим опытом, собственно говоря. Смеялись мы много, ветер провели хорошо. После чего, собственно говоря, я поняла, что поцелуй – это чистая реализация. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, Сердце прижимает, а я мучаюсь от боли Со своей любовью фотографии в альбоме О тебе напомнят, о тебе, о тебе, о тебе, о тебе, о тебе. Ну, в общем, я влюбчивая, вы уже помните, да, об этом? Это хорошо. Кто на этот раз? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тогда я училась в 11 классе, был Новый год. И с моим молодым человеком тогда мы встречались уже, наверное, полгода. Прям уже очень серьезные были отношения. Да, мы решили встретить Новый год у меня дома, с моими родителями. А был год петуха наступал. А перед Новым годом я познакомилась с другой компанией. Я начала ходить в спортзал, и там, ну, спортивные парни, там все. И мы с подругой с ними как-то так вот тоже, ну, начали вместе гулять. И они тоже нас позвали к себе справлять Новый год. И мы согласились. И вот сам Новый год, 31 декабря, мы уже знаем, что мы будем справлять Новый год там, вот с теми накаченными парнями. А как сказать Сереже об этом, я не знаю. Ну, и дотянуло до 31 декабря. Мы уже тогда сходили, приготовили салаты, вернулась домой, оделась красиво. Пришел Сережа, и я так, ну, прям, очень так мило, где-то так, часов в десять, полдесятого, протягивая фарфорового петушка и говорю, извини, Новый год мы будем встречать не вместе. Вот тебе подарок, фарфоровый петушок. Хочешь, оставайся с моими родителями? И ухожу. Мне стыдно за этот поступок. Сережа, прости меня, пожалуйста, ты очень хороший человек. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби, люби, люби меня, люби. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня был молодой человек-моряк. Кстати, мы с ним вместе эту песню пели, и он тоже был. Где-то был, но сейчас он живет, слава Богу, все хорошо. Мы больше не встречаемся. Но суть не в этом. Где-то без Сережины, да? Да, он где-то Сережа с фарфоровым петушком. Но суть не в этом. Мой молодой человек был моряк. У нас, кстати, сегодня получается такая морская тематика немножко. Все моряки, шкиперы и так далее. Я встречалась с ним достаточно долгое время. Это очень удобно, потому что, ну, полгода вы видитесь, и все классно. Когда вы любите друг друга, не успеваете друг другу надоесть. Потом на полгода он куда-нибудь уходит. И ты по нему скучаешь, пишешь стихи, грустишь. Но на самом деле, ну, чувствуешь себя вроде как хорошо. Это такая светлая грусть. И ты один, и сам себе предоставлен. Все классно. Вот. И на фоне этой большой идви ты ездишь в разные борты России. Там смотришь по карте, куда его корабль направится в этот раз. Когда же появится связь. Вот. Раз в три месяца он приходит в какой-нибудь порт. Туда едешь несколько часов. Вы встречаетесь. Несколько часов видитесь. Потом я плакала и уезжала обратно. Вот. Схема. Да. Ну, так оно всегда и работало, в принципе. Можно сказать, что и схема. И в один из таких дней это было в Пьейске. Я поехала в Пьейск. Пять часов туда ехала из Ростова. Вот. И приехала с ним на встречу. Он решил мне устроить романтический вечер. А он у меня помимо того, что был моряк, он очень хорошо пел. И исполнял песни великих, например, Василия Магомаева. Вот. У него все время были минусовочки на телефоне. И он мог в любой момент включиться спеть. Так вот. Он решил устроить мне романтический вечер. Романтические несколько часов. И сделал подборку песен, которые не отвлекали бы нас от важных романтических процессов. Значит, мы сняли номер. Все классно. Мы купили фрукты, поставили свечи. Все было здорово. Мы включили плейлист, плейлист играет. Все было круто до того момента, самого ответственного, в который вдруг заканчивается очередная композиция. И у моего молодого человека, у Дениса, у него вылезают глаза в лоб. Я говорю, все в порядке. Ну, как бы страшно там что-то прерывать, вдруг что-то не в порядке. Вот. Он говорит, Маша, сейчас будет Магомай. 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 Песни прибоя. Рассвет пробудит. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, Ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали Паруса малым вместе с собой. А ждать еще потом три месяца. Грустные звезды в поисках ласки Сквозь синюю вечность Летят до земли, до Ейска, в море навстречу. Детские сказки на синих ладонях Несут корабли. О, море, море, преданным скалам, Ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали Паруса малым вместе с собой. О, море, море, преданным скалам, Ты ненадолго подаришь прибой. О, море, возьми меня в дальние дали Паруса малым вместе с собой. С собой, с собой Возьми с собой. О, море, conveи меня в дальние дали Паруса малым вместе с собой. Возьми с собой, когда вытехнение в дальние дали Парусалилов Возьми с собой. О, море, в дальние дали Паруса малым вместе с собой. Было однажды в девяностых, тогда я лёг в больницу, короче, с аппендицитом, и влюбился. Мне было восемь, ей было тридцать два. Её звали Лена Макарова, у неё были, ой, я не знал её, она была на мамино-востоке, у нас в Чайковском, представляете? Да, кстати. У неё были вот такие вот икры большие, как сейчас помню. А почему я влюбился? Я, короче, был такой смешливый парнишка, и всё время шутил тупые какие-то идиотские шутки, анекдоты рассказывал, Ну, она всё время хохотала, как бы снисходительность, и однажды она зашла, и всё-таки какая-то романтическая атмосфера, и тогда звучала из всех утюгов группы Иванушки Интернешнл, и она зашла, и что-то разговорилась с другим моим однополчанином, и начала смеяться над его шутками. Я подумал, в смысле, ну что за дела? Женя, Жизнь. Поддержите, пацаны. И я пришёл к ней и сказал вот так вот, в сестринскую, пришёл и сказал, короче, Лена, тёти Лена, я это, люблю тебя. Давным, давно, тёмной ночкой на крылечке Давным, давно, подарил тебе колечко Зачем, 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 подарил тебе колечко Зачем, зачем, отдала ты мне сердечко Колечко, колечко, кольцо Давным, давно, это было давно Есть, но Зачем я колечко давил Сердечко своё беретил Чтобы как бы зарегистрировать наш союз, я сказал, Лена, дай руку А она спросила, зачем, Лена, сказала, дай руку Я не помню, какую руку она дала, какой палец я выбрал Я попытался на её, по-моему, средний палец, не буду его показывать Натянуть кольцо, сплетённое из цветной проволоки, знаете, в детстве Естественно, я ошибся с размером Но я тут же его расплёл и заплёл у него на пальце Так что он повелел Я сказал, Лена, теперь ты моя Грани его Пикальная фраза сейчас будет Не теряй лучок воздушный А кто дарил Говорит, о том не нужно Зачем? Зачем? Подарил тебе колечко Зачем? Зачем? Отдала ты мне тебе колечко Колечко, колечко, красок Давно это было, давно Зачем я колечко дарил Ой, громко Сердечко своё передел Круто, молодцы! В этот же день Медсестра Лена пригласила мою маму в сестрёнку и сказала, в принципе, уже не шов, уже зарос, можно забрать его домой Предательница мама забрала меня домой Ой, конечно же Ну, чтобы швы не разошлись, вызвало такси Короче, мы ели по городу на машине По стёклам машины стекали капли дождя По моим щекам стекали слёзы Я ехал и думал, мы встретимся с ним Обязательно встретимся ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Но уже с переломом ноги На четвертый этаж Превозмогая боль Я поднялся на лифте на пятый Где была травматология Хирургия Встретил Лену И сказал, здравствуй, Лена! Ничего хорошего Из этой встречи Не вышло Колечко 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 Давно Это было давно Зачем Я колечко Дарил Сердечко свое Берегил Э-о 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 Алина, с тобой у меня такое чувство, будто я лечу. Давай летать вместе всю жизнь, как сейчас. Ты выйдешь за меня. Куда? Чего нет? У меня есть небольшой секрет. Мало кто знает, из здесь присутствующих точно никто. Я родом из Сибири. Мой город Новосибирск родной. Аллахов плачет. Да, где-то маленький. Да ладно, ну как его помадаешь? Знаете, когда переехал в Москву, у меня было еще что-то. Люди узнавали, что я из Сибири? У вас там холодно. Ну вот это все. И ты такой, да, и пингвины в подъездах. Пробьются их, выметаешь. И значит, у меня вот сложилось какое-то определенное ощущение, что... А еще все думают, что там как бы все-таки жесткие. Такие жесткие сибиряки такие. Ну вот очень часто мне говорят, ой, у вас там мутершрам оттуда, да? Да, кстати, они оттуда. И вот мне кажется, что обычный, так сказать, обыватель москвич представляет себе такой обычный день в Сибири примерно так. ПЕСНЯ 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 Ура. Он из города Королёв. Король Лев. Слушайте, друзья. Женя Балтиев, наш режиссёр. А, да. Я не регистрирую этот концерт, извините, я как-то махожение не имею. Значит, вы знаете, друзья, на самом деле, слава богу, кто-то сказал. Спасибо поклоннику, но я не знаю. Слышите, у нас есть какая-то традиция нищенская. Мы ставим вот там после концерта какой-то чемодан или... Что на этот раз будет, ребят? Ладошки. Гитарный кофр, да? Чемодан есть. Ну, что-то там... А, кахона будет? А, кахона будет, там побольше денег уместится. В общем, мы просим всегда, если у вас есть там 200, 300, 400 тысяч рублей с собой, вы можете не стесняться, и волевым решением я сегодня подумал... Мы подумали, и я решил, что сегодня все вырученные средства пойдут на подарок и гнинику «Ура». Все, с праздником, с сегодняшним кофе дня! Друзья, еще на следующее занятие в субботу в 12 часов дня мы приглашаем тех, кто желает заниматься в нашей театральной студии. Маша преподает нам вокал, я мастерство актера, насколько может. Я не могу с ними оборудовать. Приходите, это будет открытое занятие, мы вас ждем. И еще. На все наши спектакли в течение 12 часов будет, с текущего момента, будет действовать скидка на таймпаде по коду... Какой сделаем код? ЧО. ЧО. Код ЧО. Промокод. На все спектакли 50% скидка. Всем спасибо еще раз. И я... Спасибо! Пойдем к танец! Давайте! Спасибо! Спасибо! Раз, два, три! АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Верно, интересней, интересней Верно, интересней, интересней, интересней